Привет, GoodGame! Мы все еще на турнире по второму в StarCraft. И с нами главный менеджер. Все правильно? Главный менеджер молодой киберспортивной организации на общественных началах по StarCraft II, химик. Это я. Организация? Организация Advent Team. Как давно вы появились и сколько у вас здесь представителей? Вообще нас, ну, игроков достаточно много, около 40. Сейчас приехало у нас 10 человек. Появились мы в феврале месяце 2018 года и вот сразу решили врываться на StarCraft стэну. То есть ты совсем молодая команда, да? Да, можно сказать и так. Кто наиболее яркие представители? Наиболее яркие представители? Ну, многие знают о нашем голове, экзекутере, много где светился. Сейчас у нас играет известные два игрока, наверное, всем. Это Ashbringer и Overpass. Раньше когда-то они были в каскад, там, в других командах. То есть, ну, в принципе, я думаю, все. Остальные игроки – это воспитанные, можно так сказать. Какие были планы на вот этот конкретный турнир? Планы на этот конкретный турнир? Ну, я считаю так, что мы приехали уже на второй турнир, то есть на первом мы тоже принимали участие. Мы приехали посмотреть вообще, что происходит, каких игроков выставили, посмотреть, как кто играет, как что поменялось. Ну, с моей менеджерской стороны, конечно же, пообщаться со всеми, решить насущные вопросы по лигам, по капам и так далее. Ну, мы везде принимаем участие в основном. Со стороны игроков – это, соответственно, поиграть с сильными оппонентами СНГ-сцены. То есть, это главная задача была. На победу мы не рассчитывали. У нас уровень, хоть и полупро, ну, игроки есть и полупро уровня, и аматора. Мы, ну, в топ не рвемся сейчас. То есть, мы работаем над составляющей, то есть, ну, воспитываем, так сказать, поколение ребят адвент-тим, которые в дальнейшем будут представлять нашу организацию, может быть, даже и на каком-нибудь GCL Open Participant следующего года. Как ты принимаешь участие в развитии команды? То есть, как основатель, как спонсор? Ну, в команде менеджеров вообще нас три человека. Вот известного на этом лан-турнире Crazy Penguin. Светился, играл. Он, как мой, скажем, второй менеджер. То есть, я главный, он второй. И наша глава, конечно же, это экзекутор. То есть, вот это вот наша команда. Я занимаюсь, ну, можно сказать, практически всем. То есть, и психологическо-эмоциональное состояние игрока, и там, помощь финансовая, и там, выставление лайнапов и прочего-прочего, следить за сценой, анализировать, там, искать какие-то реплеи, кланвары, там, я не знаю, там, кастомы с профессиональными игроками. Это всем в основном занимаюсь. Я экзекутор, как глава, тоже принимает участие, но он, к сожалению, в основном очень много работает, и вот чисто из-за этого у него мало времени получается этому уделять. То есть, ну, грубо говоря, как главное лицо состава, вот моя задача такая-то. У вас, посмотрю, все серьезно. Майки красивые. Я знаю, вы помогали с приездом игроков. Ну, да, у нас приехали один игрок из Уфы, это как раз Ашбрингер. Приехали игроки из Питера, из Волгограда. Единственное, не смог приехать Аверпас, он живет в Швейцарии, и мы пытались его выловить, но у него сейчас проблемы с учебой, и, к сожалению, ему не получилось просто сюда приехать. А так, да, мы помогаем, то есть взамен мы ничего не требуем. Единственное, там, если какой-то выигрыш есть, я думаю, как и все команды, это какой-то процентик маленький, чисто, так сказать, в казну организации, потому что мы позиционируем себя не как какой-то бизнес-проект, бизнес-компания, к примеру, как позиционировать себя там Старком, ну, по моим мнениям. Мы позиционируем себя как общественное большее направление, и вот помогаем, скажем, молодым киберспортсменам влиться в эту сферу, почувствовать, что это такое, этот драйв, эмоции, как ребята играют, как они волнуются, как там, если ты в полуфинале, в финале, как кричат твои никнеймы, как срывает на тебе голос стример, то есть, ну, как-то так. 70 на 100, главное сейчас не отдаться, как, понимаешь, и кажется, Гэй идет вперед, хорошо, Марик обрывается, нет, он ступил, нет, передумал, извини, пожалуйста, все, но что там по танку, подождите, подождите, что происходит, вроде все нормально, да, Марик умерли, можно сейчас с ним бачнуться и просто убить танки, давай, 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 какой слит, какой слит, Гэй-гэй! Ну, лично мое, это моя жизнь, можно так сказать, то есть, я все время в киберспортивной сфере, нахожусь, ну, мало где свечусь, конечно, я не игрок и там не мега супер менеджер, но я этим живу, всегда слежу, там, и те же, там, игромиры, какие-то там эпицентры и так далее, везде всегда посещаю, стараюсь вот быть в этой сфере, ну, потому что я, не знаю, это моя жизнь, можно так сказать, а как реагируют игроки, да, ну, я даже не знаю, как сказать, игроки стараются максимально выложиться, как-то вот чувствуют ответственность, что вот он проиграл, он, ну, очень сильно переживает, вот, к примеру, у нас Блисфул попал в сетку лозеров и играл игру с китором, то есть, противник явно сильнее него, хоть и играет в основном чезами, и так получилось, что парень не сдержал эмоции, то есть, ну, расстроился очень сильно, переживал и за себя, и за команду, как так получилось, хотя он у него был, ну, можно сказать, один из основных упоров, и, ну, я его, конечно, успокоил, то есть, все нормально, ничего страшного, первый его лан был как раз, но игроки, вот, полностью выкладываются и хотят, чтобы это все дело развивалось, держат больше, скажем, профессиональное отношение к этому, эмоционально все подкованные в основном, и, ну, общаются, там, в плане общения с другими игроками, организациями, внутри клана, организации и так далее, нету никакого, там, токсичности, БМов, вообще ни одного случая, то есть, если это есть, это сразу, ребят, ну, извините, но этот парень с нами играть не будет, и все, то есть, мы продвигаем такую идею, скажем, более толерантного отношения в Старкрафте, не то, чтобы мы как-то пытаемся повлиять на весь, на все комьюнити СНГ Старкрафт, это невозможно, но именно вот в нашей среде, ребята, которые, кто-то в себе там немного не уверен, кто-то, наоборот, позиционирует себя как такой яркий лидер, все ребята друг с другом отлично контактируют и находят общий язык. Очень правильное начинание, но ты говорил, что есть команды, которые не совсем придерживаются вот этого вот толерантного отношения. Ну, вы знаете, такие случаи, я думаю, если спросить у Дэн Фризера, у Волтбоя, такие случаи происходят постоянно, и со стороны игроков, и со стороны менеджеров, к сожалению, это так. Я думаю, все знают прекрасно, вот, что бы я хотел людям рассказать, все знают прекрасно, что произошло со Старкрафтом в, там, 13-12 году, когда ушли, как я их называю, крупные киты, в виде Natus Vincere, Virtus Pro, RockSkis закрыли состав, пока еще не развалились, и так далее, и так далее, начался хаос, по факту. И вот сейчас как-то вот бывшие сильные команды без спонсоров, без особой поддержки, в виде, там, 7X, Hasu, HTT, 3D и так далее, и так далее, пытаются это все поддерживать, не то, чтобы пытаться даже продвинуть Старкрафт, а удержать его на том уровне, на котором он есть сейчас, чтобы люди могли приехать в Москву, была цель приехать там откуда-то из далекого края, поиграть в любимый Старкрафт, как когда-то выражался на Гудгейме многоуважаемый, кстати, наш всего Адвента фанат, Майкер. С какими трудностями сталкивается ваша команда конкретно? То есть, понятно, нет спонсоров сейчас, понятно, что маленький рынок игроков, что еще, и как вы с этим боретесь? Ну, понимаете, у нас стиль не забрать какого-то легионера, к примеру, в виде, там, не знаю, там, Стрэндж или, там, я не знаю, там, какой-нибудь Рейл, еще кого-то переманить к себе, нет, мы воспитываем игроков, то есть, ну, просто даже в ладере можно найти, там, игрока 5К уровня, мы ему говорим, дружище, а почему ты один-то? Он говорит, а я, как бы, команды ничего не дают, что мне играть-то, зачем мне это надо? Мы ему доказываем обратно, что с командой, наоборот, это классно, это движ, это тусовка и так далее, вот, и повторите еще раз вопрос, забыл немножко. И про финансы. А, про финансы, ну, да, нету спонсоров, конечно, мы были бы рады получить от кого-то помощь, там, рекламы как-то помочь, договориться можно, но в основном финансирование у нас идет изнутри, и, ну, денег вполне хватает для того, чтобы хотя бы на полупрофессиональном уровне помогать игрокам, там, с формой, с проездом и так далее, и так далее, там, не знаю, там, еды элементарно купить, пока все вместе, там, парень приехал, допустим, с Уфы, там, без, особо без денег, мы им поможем, конечно же, это, ну, наша задача, ну, безвозмездно, никто не жалеет, то есть я сам по себе работаю, там, манагерю все это дело, и я не жалею, например, тех денег, которые я с работы получаю, хотя у меня там есть и институт, и невеста, и так далее, и так далее. А у вас, ребята, как относятся к Псокрафту? Это больше как хобби, или есть люди, которые прям твердо пришили, вот, я хочу стать киберспортсменом? Есть на самом деле и то, и то. Для кого-то это действительно, так как на переднем плане стоит реальная жизнь, или как там все сейчас говорят, РЛ, там, институт, или там, работа, или уже семья, дети, для кого-то это действительно помощь, как развить свое хобби, как, я не знаю, там, кто-то там оригами делает, кто-то там пазл собирает, а кто-то играет в Старкрафт. Это действительно классно, действительно увлекательно, и можно приезжать на такие ивенты, выбираться, и даже, пускай не на профессиональном уровне, любительски, получать от этого максимальное удовольствие. Есть также игроки, которые мечтают стать киберспортсменами. В этом плане все сложно, конечно же, то есть сделать киберспортсмена из игрока, который ни разу в этом не был, это очень сложно. Поддержать легионера, как такой термин в Старкрафте, это очень просто, да, предложить ему какие-то условия, ему понравилось, он пошел. Как, например, не знаю, по моему мнению, сделал это Ваня из состава 3D, когда он ушел. Это достаточно легко, а воспитать игрока, научить его в этой среде чувствовать себя своим человеком, как-то проявлять себя, тренироваться, не отчаиваться, научить правильно тренироваться, подыскать ему тренеров, какие-то контакты и так далее, и так далее, это уже, конечно же, сложно. И, ну, нужно этим заниматься, я думаю. Можешь какие-то бникнеймы назвать? Ну, это, конечно же, Оверпасс, Ашбрингер. Ребята пришли, когда мы были совсем молодые, и в нас поверили. Это же, конечно же, и новые игроки в виде Блистфула, Крейзи Пингвина. Хоть у него есть проблемы, он все равно старается. Это экзекутор, хоть у него и проблемы с работой, и, как все говорят, что, грубо говоря, глава не может, или менеджер не может быть и игроком, и главой, и менеджером одновременно, может спокойно, пожалуйста, 1.16 прошел. Вот уже нормальный результат для полупро. Ну, и, я думаю, молодых игроков, которые стремятся, прям совсем слабенькие еще. Это Корешок приехал из Санкт-Петербурга. Это Репергот, его брат, который научил его со Старкрафта первого играть. Это Сентик, вот как раз тоже был на лане. Ну, можно сказать, весь состав Адвента, который был на лан-турнире. Ну, максимум там еще 2-3 человека, которые пытаются, но по каким-то причинам не получается. У нас там кончается повторейка, поэтому слова от фанатам, ребятам и соклановцам. И, возможно, свои впечатления от этого турнира. Нет, ну, впечатления от турнира, конечно, космические. Может быть, да, не мега-огромная площадка, не лужники, не какой-то там мега-театр, но атмосфера классная, все дружелюбные организаторов там, пускай не очень многое там, и в этот раз ФКС, не помогли, насколько мне известно, в плане организации, ну, людьми. То, даже несмотря на это, все прекрасно, все отлично, все ребята общаются, играют, эмоции испытывают, с друг с другом все отлично контактируют. То есть, особо я лично не заметил каких-то проблем. Пожелать фанатам, ну, фанатов у нас не так много, вот, так как нас, прости, никто не знает. Но пожелать нашим игрокам и вообще всем Старкрафтерам, чтобы не забрасывали это дело, чтобы играли дальше, развивались, и, ну, прекрасно понимали, что помимо Доты, Контер-Страйка, ПБГ и прочих известных таких популярных игр, в которые играют все, есть Старкрафт, он жив, и он до сих пор играет, и есть целые турниры даже в Москве, которые выстреливают. Спасибо вам, что поддерживаете комьюнити. И вам тоже спасибо за интервью.